Заседание суда апелляционной инстанции началось с задержкой почти в час по неподтвержденной информации из-за того, что в следственном изоляторе в Сызрани, где содержится Олег Иванец и Наталья Миронова, были проблемы с электричеством. Но ждать все равно пришлось, так как общение с осужденными блогерами проходило посредством видеосвязи. Признаю свою вину полностью, но считаю наказание слишком суровым. Это слова ранее осужденной на пять лет Натальи Мироновой. Нас осудили как за убийство. Понимаете, за убийство меньше дают. Гособвинение, в свою очередь, считает наоборот. Наказание слишком мягкое и каждому не мешало бы накинуть срок. Поскольку прокуратура не согласилась с тем наказанием, которое было определено судом, в частности, мы согласились с доводом суда о необходимости применения статьи 64-й при назначении данного наказания, поскольку считаем, что с учетом характера совершенного преступления, роли каждого из них, данное наказание является чрезмерно мягким. Бегун и Мироновой дали наказание ниже низшего предела, предусмотрено санкцией статьи 163-й части 3-го кодекса. Трех самарских блогеров задержали в октябре прошлого года. По версии обвинения, Бегун, Миронова и Иванец вымогали у бизнесмена Сергея Шатила 3 миллиона рублей за то, чтобы не выкладывать в социальные сети, якобы компрометирующую его информацию. По словам осужденных, о вымогательстве речь вообще не шла, а велись переговоры о некой пиар-компании потерпевшего. Я считаю, что суд первой инстанции не справился со своей обязанностью. Он не исследовал ни доказательств, сделал очень много нарушений, вообще глубоко не копался. В итоге приговор оставили без изменений. В колонии строгого режима Дмитрий Бегун проведет 6 лет, а Ликовонец – 7. Наталья Миронова останется за решеткой на 5 лет. Адвокаты намерены идти дальше и обжаловать этот приговор в Верховном, а затем и Европейском суде по правам человека. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Субтитры создавал DimaTorzok